Сочетание бумажных носителей и новых технологий. В Ингушетии реализуется программа «Модельная библиотека». Работы проводятся в рамках реализации национального проекта «Культура». Подробно о том, что представляет собой инновация, расскажет Рина Цычоева. Программа «Модельная библиотека» реализуется в рамках национального проекта «Культура». Система обновления инновационного развития специально придумана для того, чтобы поменять полностью представление о библиотечном деле России. Здесь уже в скором времени появятся современные стеллажи и много полезной литературы. Это будут настоящие интеллектуальные и образовательные центры, которые должны сочетать в себе красивый дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим информационным технологиям. Мария Милиева уверена, для библиотеки сельского поселения принять участие и выиграть грант престижного федерального проекта – настоящий прорыв. Долгие месяцы работы, создание реальной концепции помогли выйти в победители. Реализация проекта в корне изменит библиотеку. Это будет совершенно новая библиотека. Они так и называются, эти библиотеки модельные, библиотеками нового поколения. Здесь предусмотрено все. Начиная от изменения внутреннего пространства библиотеки, от пополнения книжного фонда. Это не просто пополнение, это почти 10, даже чуть больше процентов фонд пополнится, причем новой литературой, которая давно и очень нам была нужна, но у нас не было возможностей финансовых для приобретения. Будет полностью заменена мебель. Сейчас, конечно, сложно поверить, что в этом помещении уже скоро в рамках национального проекта «Культура» создадут библиотеку нового поколения. Пока здесь строительный беспорядок. Уже удалось заменить окна, скоро начнутся внутренние ремонтные работы. По плану здесь разместится отдел для читателей младшего возраста. Они здесь будут развиваться. Специально для повышения интереса читателя закупят эксклюзивную мебель. Будет очень светло. Здесь будет двухуровневый потолок, яркое освещение. Заказана мебель. Мебель, кстати, я вам должна сказать, заказана у лучшего производителя библиотечной мебели, который имеет очень богатый опыт работы с библиотеками самого высокого уровня. В этом помещении мы предполагаем три зоны. Но эти зоны не будут разделены глухими перегородками. Эти зоны будут создаваться за счет мебели. Мебель у нас разного уровня. Выше, ниже. Она и конфигурации разной. Учтены все группы пользователей технического оснащения. Главная цель, конечно, чтобы в библиотеке гармонично сочетались книги и новые технологии. Кроме того, планируется подключение к национальной электронной библиотеке. Интерактивные доски, словом, все, что необходимо для современного книгохранилища. Еще одна библиотека, которая выиграла грант – централизованная библиотечная система на зрание. Мы подали заявку на участие в проекте модельной библиотеки в 2019 году. Было там порядка 40 тысяч заявок. Из них победили 110. И мы оказались в числе 110 библиотек, которые выиграли этот проект. Мы уже определили, кто нам будет поставлять оборудование. Мы уже определились с поставщиками мебели. У нас идут переговоры с подрядчиком, кто будет делать нам ремонт центральной библиотеки. Тут очень большой объем работы. Первые модельные библиотеки будут открыты в октябре этого года. В каждом субъекте будет модернизировано от одной до девяти библиотек. Национальный проект «Культура» состоит из трех подразделов – культурная среда, творческие люди и цифровая культура. Всего на мероприятия по проекту планируется выделить 113,5 миллиардов рублей. Из бюджетов субъектов СКФО – 3,8 миллиардов рублей. Каждая из наших библиотек получит по 5 миллионов на реорганизацию своей библиотеки. Эти деньги пойдут в процентном отношении. Часть из них пойдет на текущий ремонт и создание нового дизайна библиотеки. Часть пойдет на комплектование фондов библиотеки новыми интересными изданиями. Впереди у библиотекарей много работы, ведь реализация идеи и модернизации требует много внимания. Читатели уже в этом году по достоинству оценят современные условия, которые для них будут созданы в рамках реализации профильного проекта «Культура». Рина Сычуева, Мэрбек Мержоев, Новости, 24.